Добрый день! Сегодня расскажу про необычную глоломку. Calvin's Puzzles, Vladis Seed, семя какого-то Влади. Влади, наверное, дизайнер. Их есть две версии. Одна и вторая. Это Vladis Seed, это Vladis Evil Seed. Ну, злое семя. Это, видимо, обычное. Очень похожи друг на друга. Я сейчас обе извлеку. Головоломки. Коробочки у них одинаковые, как, в принципе, почти у всех головоломок Calvin's Puzzle. Такая вот коробочка. Она универсальная для раздых. Покажу их рядом. А про вторую версию расскажу подробно отдельно. Вот так вот они выглядят. Белый-синий-красный, а тут желто-зелено-оранжевый. Отличается чем? Доброе семя вращается вот так вот и все. А злое семя вращается так же и еще вот так. Ну и из-за этого у них сложность, конечно, разная. Сегодня поговорим вот про это. Будем называть его добрым или простым. Ну, называется Seed семя. Похоже действительно на какое-то семечко и такие изогнутые линии привлекает взгляд приятный на ощупь и очень хорошо вращается. Прямо замечательно. Я эти головоломки видел уже давно, но все время не хотелось покупать, так как стоит дорого. А, ну, судя по вращению, собирать тут особо нечего. Ну, как я уже говорил, моя коллекция стала достаточно обширной. Я уже покупаю то, что раньше бы не стал. Да и стоят они вроде сейчас подешевле. В районе тысячи рублей каждая версия. Купил на Озоне. Три цвета. Белый, синий и красный. Кэлвинс Пазл логотип один. И кто знает, с какой стороны смотреть. Ну, какой-то вот второй. Возможно, Владе. Но читается трудно. Кто знает, напишите в комментариях. Очень старая головоломка. Видел ее очень много лет назад. Ну, вот, наконец-то она есть. Конечно, визуально очень привлекательно. Для коллекционеров самое то. Давайте перемешивать. И, как видно, перемешивать тут особо нечего. Можно поменять центральные элементы местами. Край не оставить. Можно еще немножко покрутить как-нибудь. Очень приятно вращается и лежит в руках. Сложность по сравнению со стандартными кубиками Рубика ну, никакая. Взять тоже трешку. Конечно, тут надо учиться и тренироваться, чтобы собрать. Не говоря уже опять на пять. Здесь же любой, даже незнакомый с головоломками легко поймет, что можно немножко так интуитивно покрутить и когда-нибудь оно соберется. Вот здесь блок образовался какой-то собранный, а здесь все вперемешечку. Ну, видимо, нужно этот перенести куда-нибудь сюда. как-то вот так и вот так. И вот собралось. Мне процесс сборки напомнил пинтаэдры. Кажется, ну, вообще ничего общего. Да, но если мы возьмем пинтаэдр хотя бы вот такой от цинксо, то вот эти все элементы, а их тут ровно шесть штук, собираются точно так же как средний слой вот этого пинтаэдра. То есть вот одноцветный элемент такой же как здесь и вот двухцветные элементы такие же как здесь. Ну и все. Элементы кончились. И здесь если мы вращаем только обращаем внимание только на средний слой получается ровно такие же ситуации. На крайний не смотрим. Вот средний слой. Что-то перемешано. Вот как-то стало все рядом. А это нужно менять. Поменяли так. Поменяли так. И вот у нас средний слой собрался. Ровно то же мы видим и здесь. Шесть элементов. Три трехцветных. Три двухцветных. И собираются они полностью интуитивно. как-нибудь так поставим. Ну вот часто возникает такая ситуация когда такой тройной блок готов. А эти нужно поменять. Как-нибудь вот так. Ну и все. И вот семя собрано. По строению здесь внутри есть такой шарик. А его можно видеть на второй версии. И вокруг него все вращается. вторая сильно сложнее. Ну и вращается значительно хуже. Поэтому если вы хотите что-нибудь вот такой интересной формы и чтобы оно доставляло удовольствие при вращении ну или подарить это кому-то кто любит головоломки а у него все есть то вот отличный вариант собирать его приятно. Ничего не клинит. Ну правда собирать тут особо нечего. Но зато очень красиво смотрится. Вот такое вот семя будет доброе а про злое расскажу в другой раз. На этом на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.